Добрый день, уважаемые коллеги, во всех городах, которые нас слушают, которые мы подключены. Ну, сегодняшний день достаточно насыщенный всеми данными, и новыми, и теми, которые мы уже слышали. Но я бы хотела обратить ваше внимание на то, что очень часто мы забываем о холистическом подходе. Мы лечим какую-то определенную болезнь, не всегда имея возможность, время и желание подчас обратить внимание на комплексность тех процессов, которые происходят в организме женщины. И вот об этой гиперпластической триаде мы можем говорить абсолютно уверенно, хотя я уже не уверена, что это именно триада, потому что гиперпластические процессы, которые возникают в репродуктивных органах, они очень часто сочетаются с гиперплазиями и нарушениями функций других органов. Ну, о том, что гиперпластические процессы эндой и миометрия являются чрезвычайно распространенной патологией, об этом мы можем в такой уважаемой аудитории даже не говорить. И хотя мы считаем, что после 30 лет риск возникновения миомы, который и так встречается почти у каждой четвертой-пятой женщины в определенных возрастных группах, что он возрастает после 30 лет, но наша с вами практика показывает, что мы имеем на сегодняшний день риск возрастания значительный уже в молодой группе, у женщин после 25 лет. Это прекрасно знают все, кто занимается именно оперативным акушерством, когда у молодых женщин во время операции кесарево сечения мы находим множественные зачатки миоматозных узлов. И эндометриоз – это еще один гиперпластический процесс репродуктивных органов, которым страдает почти 10% населения женской популяции всего мира. И вот те вопросы, которые мы с вами постоянно себе задаем и на которые, к сожалению, пока однозначного ответа во всем мире ученые дать не могут, это почему такой отсутствующий эффект от самой интенсивной гормональной терапии? Почему он временный? Лечим? Есть эффект? Перестаем лечить? Эффекта нет. Что является основой рецидивирования патологических процессов? Почему возникает такое частое сочетание эндометриоза, пухолей, яичника, леомиомы, патологии молочных желез, щитовидной железы? И, конечно, нас всех беспокоит риск малигнизации, который сопровождает все эти процессы. Вот те вопросы, на которые мы стараемся ответить и которые, в принципе, побуждают нас иногда априори выбирать какую-то терапию, вот они перед вами. Вообще одновременно возникают все эти гиперпластические процессы или поочередно? Они влияют друг на друга или вообще-то какие факторы влияют именно на длительность заболевания и на вот эту пролитеративную активность клеток? Ну и вспоминаем о том, что вообще-то есть такая концепция мультифакторности, что ни один фактор вызывает именно вот эти все гиперпластические процессы и гиперпластическую триаду в репродуктивных органах. И что эта патология, она обеспечена целым огромным комплексом разнообразных влияний. Вот очень сложно выделить именно преобладающий какой-то эффект. И этим отчасти и объясняется невозможность получить длительный такой эффект. И объясняется, конечно, и рецидивирование, и многоочаговость патологии. Конечно, исследования последних лет и все, что вы слышали в докладах уважаемых Александра Григорьевича, Татьяны Феофанны, они все говорят о том, что убедительные данные, да, и системная, и локальная гиперэстрогения, и длительность гормонального воздействия определяет наличие гиперпластических процессов. Но, кроме всего прочего, на сегодняшний день получены очень четкие данные о том, что идет нарушение процессов апоптоза, того физиологического механизма, который, ну, наверное, не позволяет человеческому организму превратиться в такую, какую-то гору, глыбу. То есть каждая клетка имеет свой определенный срок жизни, и ее смерть является физиологической. Но те влияния, которым подвергается организм женщины, да вообще каждого человека в процессе жизни, гипоксия, травма, механическое воспаление, те же гормональные воздействия, которые сегодня нас окружают кругом, все набиотики, влияющие на плод еще внутриутробно, они все приводят к тому, что мы получаем вот такой каскад пролиферации, с которым очень трудно справиться, потому что все вот эти моменты, они идут прямо с таким обвалом, цепочкой один за другим. Появляется экспрессия провоспалительных цитокинов. На сегодняшний день уже слово цитокин, по-моему, известно уже нам всем, и мы прекрасно понимаем, что вот эти биологически активные, очень маленькие молекулы, они приводят к изменению экспрессий многих факторов роста, без которых на сегодняшний день мы уже не можем объяснить ни одну патологию. И все вот эти каскады таких цитокиновых реакций, они приводят к тому, что идет хроническая стимуляция целомеразы, вот это тот фермент клеточного бессмертия, который запускает антиапоптические системы. И это создает условия для неконтролируемого клеточного деления. Вот эта цепочка, которая достаточно просто иллюстрирует то, что мы с вами имеем на практике. Почти у 90% женщин, если очень активно собирать анамнез и правильно их расспрашивать, у женщин, например, с миомой матки и сочетанной патологией, то у всех у них есть перенесенные воспалительные процессы. А если мы принимаем, что один самопроизвольный аборт – это хронический эндометрит, значит, то практически у нас нет женщин, которые не теряли хотя бы один раз одну беременность. Таким образом, это все цепочка, которая приводит постепенно к гиперпластическим процессам, аденомиозу, леомиуми матки. И, конечно, мы должны учитывать все те мультифакторные элементы, о которых говорилось выше. Да, вот это вот момент нарушения процессов апоптоза, вот это каоспазы, которые включаются во все эти процессы. И на сегодняшний день вот эти моменты – эпидермальный фактор роста, инсулиноподобный ростовой фактор, другие – это все те факторы, которые наиболее сильно стимулируют клеточное деление. Но предикторами гиперпластических процессов является и то, о чем уже сегодня говорилось. Если мы говорили о первой путь – это воспалительный процесс, это влияние извне, это нарушение апоптоза, это избыточная эстрогенная стимуляция, но, конечно, сначала она сочетается с недостаточностью и отсутствием прогестерона, прежде чем мы имеем выраженный гиперэстрогению. И хотя каждый год, даже месяц иногда приносит все больше и большее количество разнообразных моментов о том, что влияет и стоит в основе гиперпластических процессов, конечно, эстрогенная концепция на сегодняшний день, она является преобладающей. Ну, если, например, взять, опять-таки, к примеру, один из гиперпластических процессов репродуктивных органов – эндометриоз, то вы видите, что вот эти все моменты, о которых мы говорим, и механические повреждения, гормональные нарушения, изменения иммунологии, генетические поломки – все они приводят к тому, что идет имплантация метафлазии и отсутствие апоптоза тех эндометриоидных клеток, которые попали в неположенное место, и в конечном итоге идет прогрессия, инвазия очагов эндометриоза, и мы снова-таки имеем гиперпролиферативный процесс, который имеет вот такие очень противоречивые черты, которые очень затрудняют постановку диагноза одного из наиболее распространенных гиперпластических процессов репродуктивных органов – эндометриоза. Маски эндометриоза, которые опять-таки связаны с тем, что организм каждого человека индивидуален, и в зависимости от преобладающих влияний, которые привели к этому процессу, мы имеем вот такую разнородную клиническую картину. Но говоря о гиперпластической триаде в гинекологии, мы не можем забыть о молочных железах. Это давно известный факт, что почти у 95% женщин, у которых есть другие эстрогензависимые гиперпластические процессы, эндометриоз, миома, у них рано или поздно, а чаще всего рано выявляются изменения в виде доброкачественных гиперпластических процессов молочных желез. Очень часто женщины приходят с жалобами на мастодинию, и в процессе обследования мы находим патологию уже какую-то другую. И поэтому вот с позиции вот таких вот патологических этих изменений, патологические изменения именно в молочных железах нужно рассматривать, как маркер формирующихся общих гормональных гиперпластических процессов нарушений репродуктивных органов. Очень пугающим является факт, что у нас на сегодняшний день доброкачественные пролиферативные заболевания молочных желез выявляются уже очень часто в подростковом возрасте. И вот именно когда мы работаем с такими молодыми девочками, обследовать нужно и смотреть не только на молочные железы, а на всю репродуктивную систему. Ну и та патология, которая, хотя щитовидная железа у нас не относится к репродуктивным органам, но ее влияние на органы репродуктивной системы на сегодняшний день является неоспоримым. И та патология, которая все время и все чаще диагностируется, который возрастает, аутоиммунные процессы молочной железы, аутоиммунные процессы щитовидной железы, аутоиммунный тиреодит, который рано или поздно приводит к развитию гипотириоза. Вследствие сложных достаточно изменений, обязательно у 90% женщин выявляется или при эндометриозе, или при бесплодии, гиперклассических процессах эндометрия. И поэтому это еще один момент. Невозможно комплексно решить проблему гиперклассических процессов репродуктивных органов, если мы не исследуем функцию щитовидной железы, которая на сегодняшний день обязательно должна быть включена во все наши протоколы любой гинекологической патологии. Это исследование тиреотропного гормона, уровня это первое обязательное, это определение уровней антител к тиреопероксидазе и при необходимости уже определение свободного Т3 или Т4. То есть это тот момент, который, исключение которого из программы обследования и лечения не дает нам получить достаточно хороших результатов при гиперклассических процессах эндометрия. Какие же пути решения проблемы вот этих всех гиперплазий? Ну вот то, что уже говорила Татьяна Феофанная, оно в последнее время присутствует практически во всех докладах зарубежных коллег, что начинать, уважаемые коллеги, нужно с модификации образа жизни. И на эту модификацию образа жизни накладывать нашу поливалентную коррекцию имеющихся нарушений. Конечно, проще всего и легче всего, не работая с пациентами, чтобы они изменили свой стиль жизни, назначить какие-то таблетки. Ну, придет пациентка, не поможет, назначим другие. И благо выбора гормональных препаратов, которые мы сегодня можем применять при гиперклассической триаде, очень велик, начиная от чистых гистогенов и заканчивая органистами гонотерапин, релизинг гормона и препаратами чистых прогестогенов, более сильных, чем, например, натуральные прогестероны. Но, тем не менее, вследствие того, что и множество побочных эффектов присутствует, и низкий комплайнс наших пациентов, которые вместе с нашими акушерами-гинекологами боятся гормональной терапии, это мы очень часто встречаем, когда мы разговариваем с практическими врачами на курсах, они говорят, мы боимся, потому что мы не знаем, это во-первых, а во-вторых, мы боимся, потому что вся гормональная терапия ведет к раку. И если так говорят врачи, то что же говорить о наших пациентах? Они очень часто у нас приходят подготовленными к консультации. Я в интернете уже прочитала ваши статьи, ваши книжки и все остальное, что пишут другие. И очень сложно в этом случае, если врач не уверен, найти правильное решение. Однако, я всегда говорю, что мы, наверное, не самая мудрая часть человечества в плане того, что по мере развития цивилизации мы уходим от того, что дала нам природа. И на сегодняшний день очень многие такие, я бы сказала, племена, народности, которые живут далеко от цивилизации, они лучше нас умеют управлять своим репродуктивным потенциалом. Они знают таблетки, таблетки они не знают, но они знают кору, какого дерева надо пожевать, чтобы забеременеть, и чай из каких листков, какого дерева нужно попить, чтобы не беременеть. И поэтому, естественно, травниками быть очень сложно. И нужно сказать, что мы на сегодняшний день вообще-то избалованы тем, какие препараты мы имеем в своем распоряжении. Вот не могу говорить о препарате, который на сегодняшний день с точки зрения всего, что я вам сказала, отвечает всем нашим требованиям, потому что мы с вами уже сказали, воспаление, нарушение апоптоза, так, гормональные нарушения. Ну, природа придумала это все за нас, и, конечно, мы не можем идти по пути Мичурина, который говорил, что взять все у природы – это наша задача. Но, тем не менее, почему мы говорим сегодня именно, например, о тазолоке? Потому что те экстракты растений, которые присутствуют в этом препарате, они оказывают именно патогенетическое влияние на все те моменты, которые мы рассматривали. Воспалительные, гормональные влияния. Но, конечно, мы не можем ожидать от препарата растительного действия, например, такого эффекта, который мы получаем, например, от агонистов гонотропин-релизин-гормона. То есть тот эффект, который присутствует и проявляется при вот этих всех комплексных воздействиях – антиэстрогенный, прогестерон-модулирующий, антипролитеративный, противовоспалительный. Для этого должно пройти определенное время, определенное накопление. И если это понимает врач, и если это понимает пациент, то, естественно, тогда мы можем получить тот результат, который нам нужен. Я не буду останавливаться на вот этих всех сложных изменениях, которые уже прекрасно представил Александр Георгиевич. Но я вам хочу сказать, что вы прекрасно понимаете, что для того, чтобы вот эти все патологические моменты образования таких активных форм эстрогенов плюс влияние на иммунную систему и плюс влияние на какие-то воспалительные цитокины накопились, должно пройти определенное время. Мы провели вот такое исследование.